Беседа 7, 71, Матфея 2, 4 Видишь ли, как все события служат к обличению иудеев? Пока они еще не видели Иисуса Христа и не были объяты завистью, то свидетельствовали о Нем всю правду. Но как скоро увидали славу Его чудес, то объятые зависти изменили наконец истине. Но истине все содействовало, и сами враги только более споспешистовали ей. Смотри, сколь чудные и необычайные совершаются и здесь дела. Варвары и иудеи взаимно научаются друг от друга и наставляют друг друга чему-то великому. Иудеи слышат от волхвов, что и в персидской стране звезда проповедала его Христа, а волхвы узнают от иудеев, что о том, кого проповедала звезда, пророки задолго предвозвестили. Таким образом, вопрос, предложенный волхвами, как для них самих, так и для иудеев, послужил киснейшему и точнейшему познанию истины. Враги истины невольно принуждены были прочесть слова Писания и изъяснить пророчество. Впрочем, они изъяснили его не все, потому что, сказав о Вифлееме, что из него произойдет пастор Израилев, не присовокупили последующих слов из лести к царю. Какие же это слова? «И начало его от дней вечных» – Михея 5.2. Но если ему надлежало произойти оттуда, из Вифлеема, то для чего жил он, скажешь ты, после рождения в Назарете и тем затемнил пророчество? Напротив, он не затемнил, а еще более раскрыл его. Если он родился в Вифлееме, несмотря на то, что мать его постоянно жила в Назарете, то очевидно, что дело происходило по особенному устроению. Потому-то и после рождения он не то час оставил Вифлеем, но прибыл, пробыл там 40 дней, чтобы желающим дать время с точностью все исследовать. Если бы только захотел обратить внимание, то много было побуждений к такому исследованию. По прибытии волхвов возмутился весь город, а с ним и царь. Вызвали пророка, собралось великое судилище. К тому же много произошло и других событий, о которых подробно повествует Евангелист Лука. Я, разумея, известно нам об Анне, Симеоне, Захаре, ангелах и пастырях. Все это легко могло побудить внимательных к открытию истины. Если волхвы, пришедшие из Персии, узнали место, то тем более жившие в Иудее могли узнать о всем случившемся. С самого начала Христос открыл себя во многих чудесах, но так как не хотели узнать его, то он, скрывшись на несколько времени после, явил себя другим, славнейшим образом. Тогда уже не волхвы и не звезда, но сам Отец свыше свидетельствовал о нем, когда он крестился в струях иорданских. И Святый Дух нисходил вместе с тем глазом на главу крестящегося. Иоанн без боязни называл все Иудеи, наполняя проповедью о Христе и Граде, и пустыню, и чудеса, и земля, и море, и вся тварь торжественно возвещали о нем подлинно. И при рождении такие были знамения, которые могли показать, что он уже пришел. Иудеи не могут сказать, не знаем, когда и где родился он. Вся история волхвов и другие упомянутые события так устроены, что Иудеи не имеют никакого извинения, когда не хотели исследовать случившегося. Но заметь еще точность в словах пророчества. Пророк не сказал, будет жить в Вифлееме, но произойдет из Вифлеема. Пророчество, следовательно, и указывало на то, что он только родится в Вифлееме. Некоторые же из иудеев с бесстыдством утверждают, будто бы это сказано о Зарававеле. Но как это могло быть? Его исходы, рождение, не из начала дней вечных. Да и можно ли к нему отнести сказанное вначале, что из тебя произойдет? Он родился не в Иудее, а в Вавилоне, потому и Зарававелем названо, что там родился. Знающие сирский язык поймут мои слова. Кроме того, что мы сказали, и все последовавшие за тем обстоятельства совершенно подтверждают, что это пророчество относится к Иисусу Христу. Что же именно? Ничем не меньше воеводств Иудиных. И тут же присовокупляется причина знаменитости места. Ибо из тебя произойдет. Это место сделалось известным и знаменитым только через Иисуса Христа. Именно после его рождения со всех концов земли приходит вид ясли и вертеп, что самое предвозвестил и пророк, говоря ничем не меньшего его с Иудиных, то есть между главами племен. В этих словах он заключал и Иерусалим. Но иудеи не обратили на все это никакого внимания, хотя для них это было полезно. Потому-то и пророки первоначально говорят не столько о достоинстве Христа, сколько о благодеянии, которое он оказал иудеям. Так когда родила Дева, наречешь, говорит ангел, имя ему Иисус, и присовокупляет, ибо он спасет людей своих от грехов их. И волхвы не говорили, где сын Божий, но где родившийся царь иудейский. Так и здесь не говорится, из тебя произойдет сын Божий, но вождь, который упасет людей моих, Израиля. Сначала он лежал и говорит с ними сколько можно ближе в мыслях, к мыслям их, чтобы они не соблазнились, и говорить именно о их спасении, чтобы тем лучше привлечь их. Вот почему все, какие сначала и при самом его рождении произнесено о нем свидетельство, не раскрывает еще вполне его величия, не так, как бывшие после явления знамений. Последние яснее говорят о его достоинстве. Так, когда после многих чудес воспели ему дети, слушай, что говорит тогда пророк, из уст младенцев и сосущих совершил хвалу. И еще. Узрю небеса дело твоих перстов, показывает в нем Творца Вселенной, а относящиеся к его вознесению свидетельство, показывает равенство его с отцом. Сказал Господь Господу моему, сидя, десну и меня. Та же Исаия говорит, восстал владетель языков, на него народы будут уповать. Но почему же сказано, что Вифлеем ничем не меньше воеводства иудинных, между тем, как эта страна весь не только в Палестине, но и во всей Вселенной сделалась известную. Здесь речь обращена еще к иудеям, потому и присоокупил, упасешь людей моих Израиля. Хотя он пасет всю Вселенную, но, как я сказал, не желая скорбить, их умалчивает о язычниках. Но отчего же, скажешь ты, он не упас и народа иудейского? Неправда. И это действительно совершилось. Под Израилем здесь он, разумеет, уверовавших в него иудеев, что изъясняя, Павел говорит, не все те от Израиля, которые, Израиль, которые от Израиля, но которые верою, обетованием родились. Если же не всех он упас, то это их собственная вина. Римлянам 9.6 Им бы надлежало вместе с волхвами поклониться и прославить Бога за то, что наступило время оставления их пригрешений. Ведь не о суде и не об ответственности их возвещалось им, но о кротком и тихом пастыре. Они же поступают совершенно напротив, возмущаются и возмущают, и устрояют потом бесчисленные козни, стих 7. Когда Ира тайно призвала волхвов, выведала от них время появления звезды. Умышляя убить рожденного, это доказывало не только его ярость, но и крайнее безумие. И то, что было говорено ему, и самые события могли отклонить его от всякого подобного покушения. События совершались не в порядке дел человеческих. Но звезда призывает волхвов, и напременные мужи предпринимают столь далекое путешествие, что поклониться лежащему в пеленах и в яслях, и пророки наперед еще о нем предвозвещают. Все эти события были более, нежели человеческие. Однако же ничто не удержало Ирода. Такова уже злоба, что она сама себе вредит и всегда предпринимает невозможное. Смотри, какое безумие! Если Ирод верил в пророчество и почитал еще непреложным, то, очевидно, он замышляет дела невозможные. А если он не верил и не думал, чтобы сбылось предречение, то не нужно было ему бояться и страшиться, а потому и строил козни. И так в обоих случаях хитрость была излишняя. И то уже крайнее безумие, что он думал, будто волхвы предпочтут его родившемуся, для которого не совершили столь дальние путешествия. И если они прежде, чем увидели младенца, горели к нему столь сильной любовью, то как Ирод мог надеяться, что они согласятся предать ему младенца после того, как увидели его и утвердились в вере пророчеством? И однако же, несмотря на все эти обстоятельства, которые должны были отвлечь от предпринятого намерения, Ирод не оставляет его, и тайно, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Он думал, что иудеи дорожат младенцам, и не предполагал, что они дойдут от такого неистовства, что согласятся предать врагам своего ходатая и спасителя, пришедшего для избавления их. Потому и призывает волхвов тайно и выведывает не время рождения младенца, но явление звезды, хитростью уловляя добычу. Я думаю, что звезда явилась гораздо прежде рождения, потому что волхвы должны были много времени наперед провести в путешествии, чтобы предстать только что рожденному, а между тем Христу надлежало принять поклонение в самых теленах еще, чтобы событие явилось чудесным и необычайным. Потому-то звезда и является гораздо раньше рождения Христова. Если бы она явилась волхвам на востоке тогда, как уже Христос родился в Палестине, то, пробывши долго в пути по своему прибытии, они уже не могли бы его видеть в пеленах. Не нужно удивляться тому, что Ирод избивает младенцев от двух лет и ниже. Здесь ярость и страх для вернейшего успеха прибавили больше времени, чтобы никто не избежал поражения. Итак, призвав волхвов, говорит, «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». «Какое безумие!» «Если ты, Ирод, говоришь это по внушению истины, то для чего вопрошаешь тайну? А если с коварным намерением, то как не понимаешь, что тайные расспросы твои заставят волхвов подозревать тебя в злом умысле? Но душа, объятая злобой, как я сказал, уже становится совершенно безумною. Он не сказал, шедшие испытайте о царе, но об отроке, о младенце. Для него несносно было произнести даже имя, означающее власть. А волхвы по великому благочестию своему нисколько того не замечали, потому что никак не предполагали, чтобы он дошел до такой злобы и вздумал противоборствовать столь чудному устроению. Ничего подобного не подозревая, но судя по себе и о всех других, они уходят от него. Они, высушивши царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними. Она вскрывалась для того, чтобы они, лишившись путеводителя, принуждены были прибегнуть с вопросами к иудеям. И таким образом, событие сделалось для всех известным. Когда же они спросили и разведали о младенце, от самих врагов, то звезда им опять является. Смотри, какой здесь прекрасный порядок. После того, как оставила волхвов звезда, принимает их иудейский народ и царь. Приводят пророка, чтобы объяснить явление. А после того опять научает их всему ангел. И они идут из Иерусалима и Вифлеем вслед за звездою. Звезда опять им сопутствовала. И отсюда ты опять можешь видеть, что звезда эта не была из числа обыкновенных звезд. Нет ни одной звезды, которая имела бы такое свойство. Она не просто шла, но предшествовала им, ведя их как бы за руку среди дня. Но что за нужда, спросишь, была в звезде, когда место сделалось уже известным? Та, чтобы указать и самого младенца, потому что иначе нельзя было узнать его, поскольку и дом не был известен, и мать его не была славной и знаменитой. А потому и нужна была звезда, которая бы привела их прямо к тому месту. Поэтому по выходе их из Иерусалима, она является им и останавливается не прежде, как уже дошедший до Ясли. Весь чудо присоединяется к чуду. Деевны оба события. И то, что волхвы поклоняются, и то, что их приводит звезда. Это должно тронуть и самые каменные сердца. Если бы волхвы сказали, что они слышали об этом предречении пророков, или что объявили им о том ангелы по особенному откровению, то можно было бы еще им и не поверить. Но сиянием звезды, явившейся свыше, заграждается теперь уста и самых бесстыднейших. Далее. Звезда, достигшей отрока, опять остановилась. Это опять доказывает, что здесь действует сила большая, нежели какая свойственна обыкновенным звездам. То есть, что она то скрывается, то является, и явившись останавливается. Отсюда и волхвы еще более утвердились в вере и возрадовались, что нашли то, чего искали, что сделались правозвестниками истины, что не напрасно предпринимали столь дальний путь. Столько-то сильна была любовь ищ ко Христу. Звезда, приблизившись, стала над самой главой отрока, показывая этим божественное происхождение его, и, остановившись, приводит к поклонению непростых язычников, но самых мудрейших из них. Видишь ли, что звезда недаром явилась. Волхвы, по выслушиванию пророчества и после того, как услышали изъяснение его от первосвященников и книжников, все еще были внимательны к ней. Да посрамится Маркион, да посрамится Павел Самосадский, которые не хотели видеть того, что видели волхвы, первенцы церкви. Я не стыжусь так называть их. Да посрамится Маркион, видя, как поклоняется Богу во плоти. Да посредится Павел, видя, как Христу поклоняется не просто как человеку. Хотя пелены и ясли показывают, что поклоняется воплощенному, однако же поклоняется не как простому человеку. Это видно из того, что приносят ему, как младенцу, такие дары, которые прилично приносить одному только Богу. Да посрамятся вместе с ними и иудеи, которые, видя, что и наплеменники, и волхвы предваряют их, не хотели идти даже и вслед за ними. Событие это служило знамением будущего, и с самого начала показывалось, что язычники предварят иудеев. Но почему ты спросишь после уже, и не сначала сказано, шедше научите народы? Потому что, как я сказал уже, случившееся тогда было образом и предсказанием будущего. Иудеям следовало прийти первым, но так как они добровольно отринули, собственно, им предложенное благодеяние, то дела получили другой ход. И здесь ведь при рождении волхвам не следовало прийти прежде иудеев, живших в столь дальнем расстоянии, не следовало предупредить живущих подле самого города. Неслыхавшим ничего не следовало предварить воспитанных среди такого числа пророчеств. Но так как иудеи совершенно не понимали тех благ, которые им принадлежали, то пришедшие из Персии предваряют живущих в Иерусалиме. Так говорит об этом и апостол Павел. Вам первым надлежало услышать слово Господне, но так как вы сами себя сделали недостойными, то вот мы обращаемся к язычникам. Если иудеи не верили прежде, то по крайней мере им надлежало бы идти тогда, как услышали от волхвов, но и того они не хотели сделать. И потому-то во время такого их ослепления волхвы и предваряют их в 77. Последуем же и мы волхвам. И оставят чуждое христианство обычаи, совершим великое путешествие, да и мы узрим Христа. Так как и волхвы не видали бы его, если бы не удалились из своей страны, то и мы будем удаляться земного. Волхвы, да коли были в земле Персидской, видели одну звезду. Как скоро оттуда удалились, узрели солнце правды. Но не видать бы и мы самой звезды, если бы не поспешили оттуда со всей охотою. Восстанем же и мы. Пусть все приходят в смятение. Мы потечем к дому от Рачати. Пусть цари, народы, пусть владыки земли преграждают этот путь. Не погасим ревности своей. Только таким образом и можем отстранить предстоящие опасности. Ведь и волхвам не избежать бы бедствия со стороны угрожавшего царя, если бы они не увидели от Рача. Прежде чем узреть от Рача, и страх, и опасность, и беспокойство, отовсюду окружали волхвов. Когда же поклонились от Рачати, они стали спокойны и безопасны. И вот уже не звезда, но ангел сопутствует им, так как через поклонение они сделались иереями, и дары принесли. Так и ты, оставив иудейский народ, возмущенный город, кровожадного мучителя, светскую пышность, спеши к Ихлиему, где находится дом хлеба духовного. Пастырь ли ты, иди туда, и ты в вертепе узришь от Рача. Царь ли ты, если не пойдешь в Храмину, нет тебе никакой пользы от Порфиры. Волхв ли ты, это нисколько не воспрепятствует тебе, если только пойдешь воздать честь и поклониться Сыну Божию, и не станешь попирать его. Впрочем, делай это с трепетом и радостью, и то и другое можешь совместить. Смотри, не будь иродом, и подобно ему, сказав, чтобы и мне поклониться ему, не замышляй, когда придешь убить от Рача. Ему уподобляются те, кто недостойно приобщается к святых тайн. Такое, по слову апостола, будет повинен против тела и крови Господней. Такие люди служат сокрытому в них самих мамони, которые, будучи гораздо хуже ирода, ненавидят Царство Христово. Желая господствовать над людьми, он посылает своих поклонников, которые наружно поклоняются Христу. А во время поклонения убивает его. Убоимся показывать себя по наружности покорными поклонниками, а на самом деле быть его врагами. Кланяясь, повергнем все перед ним из рук своих. Если есть у нас злато, принесем ему и не будем закапывать. Если тогда иноплеменники почтили его своими дарами, то за кого надо бы почесть тебя, когда ты отказываешь требующему твоей помощи? Если они подъяли такой великий труд и путь для того, чтобы узреть рожденного, то чем извинишься ты, который не хочет пройти одной улице для посещения страждущего и заключенного в узах? Мы милосердны у самих врагов наших, когда они в болезни или узах, а ты не чувствуешь сострадания к благодетелю твоему и Господу. Те принесли злато, а ты едва подаешь хлеба. Ты, увидев звезду, возрадовались те, а ты не трогаешься в виде самого Христа и странникам, и нагим. Но найдется ли кто-нибудь между вами, хотя один из числа получивших тысячу благодеяний, кто бы предпринимал для Христа такое путешествие, какое совершили эти мудрейшие самых мудрецов варвары? На что я говорю такое путешествие? Многие женщины у нас так изнежены, что если не будут привезены на мулах, не хотят пройти одной улице для того, чтобы увидеть Христа в духовных яслях. Если же и есть какие, которые могут приходить ко Христу, то одни из них предпочитают хлопоты по домашним делам, а другие даже посещение зрелищ хождению в это наше собрание. Варвары, не видав еще Христа, столь великий для него протекли путь, а ты, видев его, не подражаешь им, но взглянув, оставляешь его и спешишь смотреть на шутах и обращаясь опять к тому же, о чем говорил и прежде, и, видя Христа, лежащего в яслях, бежишь от Него для того, чтобы видеть на сцене женщин. Каких громов и молний недостойны такие поступки! 79 Положим, что кто-нибудь обещал совести тебя в царские чертоги и показать в них царя. Скажи мне, захотел ли бы ты вместо того смотреть на зрелище хотя бы от первого и не мог ожидать никакой для себя выгоды? Но здесь от этой трапезы истекает духовный огненный источник, а ты, оставляя его и убегая на зрелище видеть играющих и подвергающих всеобщему бесславии свой женский пол, не оставляешь ли самого Христа, который сидит при этом источнике. Да, он и ныне сидит при источнике, беседуя не с одной самарянкой, но с целым городом. А быть может, что и теперь говорит одной самарянке, так как нет при нем и теперь никого, некоторые только телом, а другие и телом не хотят быть при нем. Но при всем том, он не отходит, а стоит, и у нас просит пить, но не воды, а святыни, так как ты сам только святым дарствует святое. Не воду подает он нам из этого источника, а кровь живую, которая, будучи образом его смерти, есть источник нашей жизни. А ты, оставив источник крови, эту страшную чашу, течешь на дьявольский источник, смотреть плавающую в нем блудницу и потопить там свою душу. В этой воде море любострасти, не тела потопают, а души гибнут. Та плавает с обнаженным телом, а ты, смотря на нее, погружаешься в бездну любострасти. Таковы сети дьявола, что он губит не тех, которые уже погружены в самой воде, но тех, которые сидят спокойно смотрят на это и подвергают потоплению более ужасному, чем какому подвергся фараон, утонувший некогда с конями и колесницами. И если бы можно было видеть души, то я показал бы вам много утонувших в этих водах, как некогда тела египтян. Но что всего хуже, такую погибель называют увеселением и бездну погибели источником наслаждения, хотя безопаснее можно переплыть и гейское и тирское море, чем возвратиться с такого зрелища. Во-первых, дьявол всю ночь занимает души ожиданием, потом, показав ожидаемое, тотчас связывает их и делает своими пленниками. Не думай, что ты чист от греха, когда не совокупился с блудницей. Ты по желаниям все уже сделал. Подлинно, если ты питаешь похотение, то этим больше возжигаешь пламень. Если же зрелище не производит на тебя никакого впечатления, то тем больше ты достой осуждения за то, что служишь соблазном для других, поощряя такие зрелища, оскверняешь свой взор, а со взором и душу. Но не ограничимся одним воспрещением, а представим и способ исправления. Какой же это способ? Я хочу отдать вас для научения женам вашим. По закону Павлу надлежало бы вам быть их учителями. Но как грех не извратил весь порядок и туловище стало вверху, а глаза внизу, то и мы уж изберем этот путь. Если же стыдно для тебя иметь учителем жену, убегай от греха, и ты опять получишь вверенную тебе от Бога власть. Но до тех пор, пока будешь беззаконно вести себя, Писание посылает тебя не только к женам, но и к бессловесным самым низким. Оно ведь не стыдится одаренного разума посылать учиться к муравью. Впрочем, не Писание в том виновата, а тех, кто сами теряет свое достоинство. То же сделаем и мы. Теперь отдадим тебя учиться к жене. Если же ты не будешь ее слушать, то отошлем по учению к бессловесным животным и скажем, сколько на земле птиц, рыб, сколько четвероногих, животных, сколько присмыкающихся по земле, которые чище и воздержнее тебя. Если же ты стыдишься и краснеешь при этом сравнении, возвратись к свойственному тебе благородству и убегай море Гиенского и огненной реки, то есть купалин в театре, потому что они влекут тебя в море похоти и возжигают эту пламенную бездну. 80. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал, то не гораздо ли чаще делается пленником тот, кто заставляет себя смотреть на ногую. Не столько потоп, бывший во время Ноя Пагубен, был для рода человеческого, сколько эти плавающие женщины бесстыднейшим образом губят всех зрителей. Тот, хотя и причинил смерть телу, но зато очищал душу от грехов, а эти производят противные, оставляя тело, не погубляет душу. Когда речь идет о преимуществе, вы присвояете себе первое место во всей вселенной, потому что наш город первый облегся христианским именем. А в подвиге целомудрия не стыдитесь уступать и самым последним по образованию городам. Хорошо, скажете вы, что же нам прикажете делать? Идти в горы и сделать монахами? Сожалею, что вы скромности целомудрия почитаете обязанности одних монахов, тогда как Христос постановил общее для всех заповеди. Когда он говорил, если кто посмотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал, то говорил не к монашествующему, но и к женатому, потому что гора та, на которой он говорил, покрыта была людьми всякого рода. Содержи же в уме твоем это зрелище и возненавидь зрелище дьявольское и не украй меня в том, будто я предложил тебе слово тяжкое. Я не воспрещаю жениться, не препятствую веселиться, но хочу, чтобы это происходило не без целомудрия, не с бесстыдством и бесчисленными пороками. Я не предписываю идти в горы и пустыни, но чтобы ты вел себя честно, скромно, целомудренно, живя среди города. все законы у нас с монахами общие, кроме брака, а Павел повелевает и брачным во всем уподобляться монахам, ибо проходит образ мира сего, почему имеющие жены должны быть, как не имеющие. Следовательно, как бы сказал так, я не повелеваю удаляться на верхи гор, хотя желал бы того, потому что города поступают подобно садамлянам, впрочем, не понуждаю к тому. Прибывай дома с детьми и женой, только не бесчесть жены, не соблазняй детей и не вноси заразы зрелищ в дом твой. Слышишь ли, что говорит Павел? Муж не власти над своим телом, но жена. Он обоим полагает общий закон, но ты, когда жена твоя часто ходит в церковь, жестоко зато обвиняешь ее, а сам, проводя целые дни на зрелищах, не считаешь себя достойным обвинения. Ты от соломудрия жены пишешься даже до излишества и чрезмерности, так что не позволяешь ей необходимых выгодов, а для себя все почитаешь позволенным. Но этого не позволяет тебе Павел, который дал ту же власть и жене. Жена говорит, что муж должен сдавать ту же честь ей. Но что это за честь, когда ты обижаешь ее в главнейшем, когда отдаешь тело принадлежащее ей блудницам, ведь тело твое ей принадлежит. Какая честь, когда вносишь в дом возмущения и ссоры, когда то на площади делаешь, о чем рассказывая дома, стыдишь слушающей жену, заставляешь краснеть предстоящую дочь, а прежде них себя самого. Лучше бы уже молчать, нежели бесстыдно говорить о том, за что и рабов надо наказывать. Чем извинишься, скажи мне, в том, что смотришь с великим вниманием на то, о чем неприлично и говорить, предпочитаешь всему то, чего нельзя терпеть в рассказе, но довольно. Чтобы не тяготить вас, я кончу здесь слово мое. Впрочем, если вы останетесь при прежнем, то изощрю меч мой, нанесу глубочайшую рану, и не успокоюсь дотоли, пока рассеяв дьявольское зрелище, очищу общество, составляющую церковь. Таким только образом мы избавимся и от настоящего срама, исподобимся жизни будущей. Благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.